В Подмосковье губернаторская программа социальной газификации набирает обороты. В регионе появилось множество новых потребителей природного топлива. Чтобы обеспечить безопасность собственников домов и квартир, в Московской области начинает действовать новая модель обслуживания газового оборудования. Мы выступили инициаторами того, чтобы ужесточить требования к газовому обслуживанию. С 1 января 2024 года это будет делать уполномоченная организация. Но сейчас идет большая работа по подготовке, анализу, контролю за состоянием оборудования. В Одинцовском округе газифицировано 1336 многоквартирных домов. В них проживают более 160 тысяч человек. Установлено около 80 тысяч плит и 5,5 тысяч проточных водонагревателей. Голубое топливо – источник повышенной опасности для жизни и здоровья граждан. Поэтому его использование и своевременное обслуживание требуют особого внимания. Очень важно, чтобы компетентные специалисты регулярно проверяли газовое оборудование, чтобы у них всегда был доступ в квартиры для проведения такого обслуживания. Обслуживание газового оборудования в МКД делится на внутриквартирное и внутридомовое. Первое – зона ответственности жильцов. Второе – управляющие организации. Для обеспечения безопасности граждан в Подмосковье стандартизировали техническое обслуживание и запустили акции «Установка датчиков утечки газа» и «Гибкая подводка-2023». Акция «Гибкая подводка» призвана обратить внимание жильцов на то, что газовое оборудование подключено к системе газораспределения специальной газовой подводкой, которая требует замены при достаточно длительной эксплуатации. Современная газовая подводка имеет срок эксплуатации 15 лет, а если это старого образца либо резиновая подводка, то он заканчивается на трех годах, так как резина имеет свойство деградировать. Также регулярного мониторинга требует газовый вентиль и проводится отслеживание утечек газа в автоматическом режиме. В муниципальных квартирах газоанализаторы устанавливаются за счет бюджета. Для того, чтобы стимулировать жителей муниципальных квартир к установке датчиков загазованности, а также обеспечить доступ, принято решение о внесении изменений в порядок расчета платы за найм жилых помещений. И в случае отказа от установки САКСа или непредоставления доступа размер платы будет за найм увеличиваться в два раза. Помимо своевременного обслуживания газового оборудования в МКД, внимание уделяется и частным домам. Проверки здесь проводятся ежегодно. Внутри сажи нету в котле. Это говорит о чем, что у нас правильное сгорание. Все обращения граждан специалисты газовой службы отрабатывают в сжатые сроки, а небольшие неполадки устраняют на месте. Посмотрел на утечки наружный внутренний газопровод, посмотрели состояние котла. Оказалось, то, что его необходимо почистить, мы почистили, продули. Также проверили работоспособность системы безопасности. Все работает, убедились. Подписали документы, заключили договор. Главная задача жителей – обеспечить доступ в свое жилье, чтобы специалисты вовремя смогли проверить исправность газового оборудования. Своевременное ТО – залог безопасности. Елена Краева, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.